про эту игру loop hero столько говорить начали стоит опробовать самому игру да да очень стоит короче loop hero первое один из самых необычных рогаликов которые я видел у него очень необычные механики прямо супер необычные у него все не так как у всех он все делать не так как у всех из-за одного этого его стоит поиграть и сам геймплей мне очень очень нравится плюс русская игра игра русская и на так шедевр русской игровой индустрии в принципе не только и русская от мира рогаликов да даже мировой мне тоже нравится музыка из луп херош посмотрим что голосование скажет не знаю смотрим результаты чего тян говорит тян говорит нет мы слушаем музыку луп хероши продолжаем так луп хероши возвращаемся в луп хероши что здесь у нас сегодня готовится сегодня готовится экспедиция за латоносца во вторую локацию нет первую локацию и мы тестируем ту же тактику которая у нас работала прошлый раз вчера мы открыли офигенную тактику за рогу за разбойника короче что я придумал я придумал не с не самая гениальная идея в мире но я придумал сам строить все подряд она называется запрещено пропускать клетки ты строишь все подряд застраиваешь всю карту строишь 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 очень много всего и что мы хотим взять мы хотим собрать другие карты поскольку я пойду для вот за воина мы поменяем колоду мы ее поменяем я думаю практически полностью мы переработаем ее совсем я уберу сразу все что воину может мешать моему мнению скалы луга мы конечно оставляем что мы точно не хотим видеть я пока я пока что все уберу сейчас мы посмотрим а казну оставляем забей не оставляем луга луга скалы русский язык вернись я все просил оставляем луга и скалы а мы хотим для воина одиночных сильных противников не хотим толпы потому что воин с толпами не очень хорошо работает кладбище сильные одиночные противники руины мы их тестили там черви очень злые черви я ничего не понял но до воине на нн должно зайти потому что их вроде бы немного значит кладбище и руины берем вопрос нужны ли деревни честно я думаю что для воина нужны деревни и поля для воина то что нужно потому что на полях появляются пугало пугало одиночные противники деревни и поля что еще поле битвы для воина очень круто он сундуков сундуков получает лут это вот такая базовая основа и тут 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 можно дорожный фонарь взять у нас это работало очень хорошо дорожный фонарь работал классно особняки вампиров для воина мне кажется тяжело будет ему убивать куб толпы гулей также как пауки ему не очень подойдут на болотах стоит один комар по моему он комар можно дорожными фонарями ограничивать руины окей попробуем вот так соберем небольшую колоду не огромную и пол так вот так вот барлык почему ты не хочешь играть в library of ruin что она выглядит как катастрофа для моего канала вампиры улучшают лут вампиры улучшают лут а вот тут вы говорите на моем языке болото вампиры давайте пока без вампиров попробуем мы вчера играли без вампиров и у нас все получалось отлично возможно вампиры это моя проблема снабжение у меня все сделано здесь у меня тут я тут вот так полка для антиквариата коса все 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 вооружено и предметы сделаны все хорошо поэтому да отправляемся в экспедицию можно пойти сразу на вторую локацию пойдем на вторую сразу первую я уверен что мы затащим поэтому идем на вторую локацию уж идти так идти и чего бояться страх не нужен щит меч броня воин готов отправляется в бой перед воин выбивай шмотки оп сразу видим кладбище сразу ставим кладбище не думаю здесь будет стоять большая гора это вот ну так же я строю скалу и сверху по бокам горы да вот так вот щит чуть чуть получше пришел с первой перки фармить можно понимаю понимаю насчет фарма 1 давайте потестим воина так сказать сразу в боевых условиях в условиях тяжелого тяжелого боевого режима посмотрим насколько это сработает потому что она первую я думаю мы сейчас используя новую тактику строить все будем проходить стопроцентно не думаю что могут возникнуть проблемы нужно пытаться пройти вторую вот это будет сложность гору строим как прошлый раз да строим а здесь скалы а вокруг скал будут стоять горы опять же они сейчас выглядят странно но не обращайте внимание это это так нужно по центру будет огромная гора вокруг нее мелкие горы они все будут бафаться пройдено ресурсы включить колечко наконец-то скорость атаки или уклонение ам я поставлю уклонение я понимаю что для воина уклонение может быть не идеально о поле битвы и зелут поле битвы идет бой еще одна достраивается скала почему по центру не будет огромной горы будет вот здесь будет огромная гора по центру а вокруг нее я буду строить горы я пробовал оно работает он работает ребят и деревня по деревня поле сразу пришли так деревню поле я хочу где-нибудь на середине маршрута поставить поэтому деревня поле что раз не получилось как то им там смисплеил сейчас получится лучше же внутри большие больше дают а если маленькие построить они превращаться в огромную поэтому она работает они просто превращаются все в огромнейшую гору гигантскую а вокруг нее выгоднее ставить большие оп казна казна идет в угол казна наказана и мы ее сразу окружаем лугами казна плюс луга это идеально просто супер казну я постараюсь тоже играть так мы играли в прошлый раз казну ты ставишь как можно раньше но достраиваешь ты ее как можно хочет в самый последний момент что казна дает хорошие вещи пройден хорошо одну секунду мне нужно построить все луга с другой стороны луга вот здесь по краям не особо смысл есть строить может быть этот лук пока лучше сюда поставить в уголочек я не знаю как лучше сделать сюда можно скалы поставить воин идет на воин конечно лошара я прошу прощения за мой французский но он не пройдет этот круг потому что он он не выбил ни одной вещи простите вообще ни одной вещи не выдал почему так он наконец четвертое кольцо выпало у него куча шмота первого уровня из-за того что мне было кого бить то есть у меня броня вот есть с регеном в секунду хорошо кольцо с контрударом и регеном очень хорошая броня кольцо выпали и не еще и мимик жесть сейчас нас уничтожат ой живи воин ему нужна деревня здесь нужно еще одно поле битвы только не не рядом с тем полем битва опять кольцо выпало то что ты будешь делать я оставляю кольцо с регеном реген сейчас нас может спасти оружки не хватает как воздуху просто жесть как не хватает казну надо достраивать кстати я читаю жадничаю казну надо достраивать но гору наверно важнее я бы я хочу все таки попытаться победить и не хочу играть на поражение поэтому я попытаюсь достроить гору получил ответ на свою наглость гоблинов буду плакать чему поле 2 не рядом это поле рядом с обоими деревнями сейчас стоит все нормально все нормально третье оружие о невероятно урон 913 защита уклонения вампиризм божественно мы выбили третью пушку на не прошло и полгода гоблины уже начали приходить четвертое оружие надо брать чисто из-за урона его то есть у него кстати вампиризм что неплохо но или казну попробовать достроить нет иди играем на будущее еще одно поле сюда а она почему вот вот эти не рядом ой лук чуть не поставил блин деревне деревню надо рядом с полем то есть деревня поле ты ставишь поля усиливают деревню окей луга я понимаю что у меня не усиленные но я пытаюсь достроить сейчас казну мне нужны чертовы вещи с чертовой казны а поля битвы я понял когда они стоят рядом они у них пересекаются линии влияния так называемые и они начинают призывать супер сильных чуваков которые блин всех убивают участие моего героя варлок почему лайбер или офф руина это катастрофа хм щит щит второго уровня ну потому что она выглядит как игра которая мне не понравится я посмотрел чуть чуть ее так я не мисплею гору внимание я мисплею гору и сундуки пришли это невероятно мы живем у нас все еще нет щита нормального ох щит магический урон 2 урон по всем 4 защита 13 пойдет так сколько у нас защита 13 это единственная защита которая у нас есть прикольно так еще одна казна и забвение пришло окей забвение мы минусуем гоблины или воры сложный выбор но я минус минусану воров потому что гоблинов в теории гоблинов можно закрыть деревни если я здесь поставлю деревню гоблины не умеют заходить в деревню еще одно кладбище хорошо кладбище будет возле дома я думаю еще одно сгустки крови дропает аморфную массу которая тебе нужна для открытия реки ааа принято так щит с магическим уроном и контрударом лучше урон по всем 4 или контрудар 8 7 мне кажется что контрудар будет покруче чем урон по всем 4 уже на данном этапе у меня 18 26 урон я не думаю что урон по всем 4 зарешает я думаю контрудар больше поможет что с моей броней он украл у меня броню да козел просто взял и украл броню вау воры очень плохие проверены экспериментальным путем воры могут пойти в баню о нет сейчас минус весь шмот будет да квестовый вор он ничего не украл он не украл он просто послал вперед своих кубленов теперь они нас прибьют нафиг о нет пятая сабля йоу гоблины дропнули пятую саблю кайф скорость атаки контрудар 14 22 урон 14 не намного урон не намного больше чем у нас я беру вампиризм потеряем но дорожные фонари дорожные фонари и давай давай вот сюда их будем губленов я планирую застроить деревни но вдруг не получится скала еще одна сюда еще одну скалу и у нас будет супер гора я все еще не достраиваю сокровищницы а он украл кольцо из сташа аааа и вот оно еще одно поле это сюда луг луг,луг,луг луг,луг,луг,луг,луг,луг луг,луг. сюда суда пока что мы выбрали куничный молок плюс 1 к защите что какие-то релики вообще трэш плюс 1 к защите это ни о чем один процент урона о кольцо на скорость атаки 12 реген в секунду 1 и 8 это кольцо можно будет еще долго носить и уровень мастер выживания регенерация удваивается если здоровье подать ниже 30 процентов сильная послевкусие плюсы полтора к урону за каждое выпитое зелье лечения вот это крутая вещь да это бафы постоянно а почему если вор не споровала ты его убил то шмотки не возвращаются хороший вопрос он их видимо успел продать на черном рынке сильное послевкусие не учитывает вроде зелья который ты до этого пил но мы все равно пока что недалеко залезли забеге да зелья сейчас у нас будет чувак хлебать я думаю пачками сильный бонус корона норм норм роли тени хочу послевкусие мне кажется хорошим поэтому думаю что ролл может испортить так есть одна гора трогать я пока что не буду у 5 оружка уже намного лучше идем и зельки уж что щит да да 6 щит пойдет урон по всем всем так 4 пушка подъехала со скоростью регеном и скоростью атаки а но урон меньше урон не намного меньше защита 3 скорость так 4 реген и скорость атаки сбрасывать не буду для воина мне кажется скорость атаки нужно у него одно оружие мы нужно быстро атаковать еще один лук подвезли я буду потихоньку застраивать вампиризм 9 скорость это шу щит 5 не так поменьше защита но скорость атаки вампиризм йоуу одеваем то что нам нужно луга на следующий круг наверное я дострою сокровищ ночь чертовы гоблины они опять вылезли фу хорошо что они на них квесты не попали пятая бронька на защиту и уклонение я одеваю ее из-за здоровья на пятая броня пойдет ну четвертую пушку можно не смотреть 4 4 это там 4 рапира лишняя а еще есть пятая броня с эрегеном и контрударом йоу класс вот это вот это броня так пятый щит подъехал с контрударом но у меня с вампиризмом норм смотрите тактика то работает раньше стабильно сливались на пятом уровне на пятом круге за воина каким-то образом это чертова тактика работает первые руины окей я не знаю куда их ставить поэтому я поставлю здесь без понятия куда их ставить я не совсем понимаю что эти черви делают поэтому нам ой пятое кольцо еще с эрегеном уклонением скоростью атаки а у меня кольцо 12 скорость атаки реген 1.8 здесь 8 скорость атаки 8 уклонения реген 1.2 я лучше оставлю то которое у меня есть оружка с магическим уроном уроном по всем урон это хорошо базовый урон больше еще у этого ритуального меча потеряем 12 скорость атаки и контрудара как у меня сейчас скорость атаки 36 магический урон урон по всем это много урона а что одеваем если будем сильно бить очень сильно 6 щит контрударом и регеном отлично контрудар 10 и защита больше 18 опять же потеряли всю скорость атаки но кому-то кому-то слегка до а шестое оружие ну оружие мы а такой же урон контрудар вампиризм знаешь что я оставляю свое оружие с кучей магического урона мне нравится о шестое колечко контрудар вампиризм скорость атаки урон по всем опять же много всего и ничего конкретного то есть много чуть-чуть всех статов 6 щит реген 06 вампиризм 11 10 вампиризма это будет где-то в среднем два с половиной отхила за удар немножко регена защита такая же потеряем 10 контрудара и не знаю стоит оно того или нет по моему нет он нормальный щит иногда кажется что синие предметы лучше оранжевых из-за того что нет кучи ненужных статов но я думаю это специально сделано я думаю что это сделали намеренно то есть какие-то предметы дают более определенные статы а какие-то много разных я думаю что это наверное не промах дизайнерском решении намеренно да вот шестое кольцо пришло контрудар вампиризм но знаю что скорость атаки и реген нормально работают не буду иметь это кольцо пока что вот шестую пушку я рассмотрю 20 30 ну шестой пушки уже урон больше и вампиризм добавился ну и что шестую пушку я уже поставлю хорош а подожди стоп а вот и вот еще шестая пушка с контрударом и вампиризмом но не урон урон меньше чуть-чуть но контрудар у нас будет блин большой 35 контрудар это как 35 контрудар это считает что 35 процентов шанс крита это не просто это не просто 35 процентов там чего-то делать шанс крита причем этот крик пьет противников которые тебя не атакуют технически варлак где поле битвы спавнит сундук надо много мобов чем больше мобов тем больше награда будет серьезно я думал что наоборот поле битвы нужно ставить так чтобы рядом никого не было и не знал что нам награду лучше без понятия вообще был там призраки начинают появляться он наконец-то могу убрать этого чертова гоблина ты знаешь что возможное забвение похоронил гоблинцов этих я наверно застроил фонарями удалять лучше буду воров воры мне очень понравились так 6 пушка регеном и контрударом 20-30 урон был урон больше ставим на данный момент что достраивать сокровищницу или нет мне кажется рано пока что тащим мы пока что идем нормально сокровищницу я не особо вижу смысл строить чего у нас нету так как это как у нас было у вора потому что вора у нас там на седьмом круге был шмот десятого круга поэтому очередь конец того то не появились чем делают ожоговый червь лучник участвует в бою на соседних клетках дальний бой третий ряд минус 30 процентов урона во втором ряду минус 60 процентов урона в первом ряду отступления 40 процентов шанс бежать из боя места смерти очень понимаю ну ладно какие-то черви квестовый беобычного ну что ты квестово убьешь ну капец и бьет квестово червя бьет квестово червя скалы теперь можно использовать для сокровищницы ну честно я хочу сюда еще одну сокровищницу поставить сюда сокровищницы достроить две одновременно о седьмое колечко урон по всем 7 уклонения 12 не все хорошо мне скорость атаки мая броня урон по всем защита траве 600 здоровья много но урон по всем 4 и защита 6 что-то какая-то фигня честно говоря я очень рад что хотя бы начали вещи выпадать мы этом кинь то что конечно не серьезно о седьмое оружие 23 35 урон ставим из-за урона вот еще одно кольцо магический урон и контрудар ну горы мы застроили много хп уже сделали уровень 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 так ну чего пробужденный фрагмент 2 процента шанс получить вместо осколка ресурса целую сферу запасы герой оставляет 10 процентов накопленного в лагере проходит через клетку и кладоискатель на месте убитого врага с 5 процентным шансом может появиться сундук сундуки сундуки дают шмот это единственное что я тут придумал взять на 5 процентов это очень мало супер мало так кольца скорость атаки урон по всем скорость так контрудар не то не то что нам нужно гоблины катастрофа сейчас я наверно их удалю минус гоблины а там еще одни гоблины он нет еще одно кладбище пришло там кота чивка была но я не понял какая деревней застроить этих гоблинов все гоблинов больше нет а то я мебель нашел а он так это кровать у седьмой щит регент 3 берем хороший большой щит и копьё с лучшим вампиризмом Сколько мы вампирим сейчас? 7-8 за удар Варлок, мы не судим рогалики по обложке или нет? Чего? Варлок Титш прошел Лаз Босса на 53-м часу игры Так что можно, наверное, играть очень много Память хорошо? Ну, играть, наверное, можно очень много Но мне игра очень нравится Мне очень нравится игра Пока что Вообще нравится Поэтому, ну, я не против Спамить хорошо? Спамить в смысле В чате или строить клетки? Строить клетки, по-моему, работает тактика Много клеток строить Дорожный фонарь получают Кто получает дорожный фонарь? Я не знаю, куда его ставить, кстати Что я знаю Дорожный фонарь Чтоб пугало не спамнились О, у меня поле есть, да, точно Сейчас поля поставлю Поле сюда, поле битвы, вот еще одно есть Отлично Так Сейчас мы пройдем лагерь И я, наверное, дострою наши сокровищницы У меня такое чувство, что мне нужно усиление сейчас А не потом когда-нибудь Выпадет ли еще одна сокровищница? Я вообще без понятия Поэтому Достраивать или нет Здесь Восьмой круг, типа Да босса нам капец, как далеко Ты же прошел первого босса за час Второго на восьмом Третьего сразу после второго А четвертого не мог убрать Остальные Не мог убить остальные 45 часов игры О, звучит как горличная вечеринка А, червей фонарем Да, я, кстати, не подумал об этом Вы правы Фонарь надо было на червей ставить Да Тупанул Забыл Ну ладно, что теперь О, восьмая броня Магический урон 15 Ну что, ставим эту, блин, восьмую броню И посмотрим, как в магический урон 15 Сейчас начнет решать Плюс 50% поддамагу магией О, меч Шерегеном Yes Девятый меч, 30-44 урона У нас сейчас должен быть весь урон Вообще весь урон Седьмое кольцо какое-то С вампиризмом, скоростью атаки, защитой и уроном по всем Куча статов Скорость атаки 8, вампиризм 10 Не знаю, мне кажется Слушай, а червей не очень страшные Смотри Выносим их Вообще нормально Червей не страшные Не буду я на них фонарь ставить И достраивать эти тоже не буду пока Каждая наша тактика работает Хорошо работает Мы живем У нас есть вещи Мы выносим Наматываем круги Вестовый червей опять сбежал Ну, блин Везет ему Сложный квест Муторный Восьмой щит Не-не-не-не-не Я оставляю все щит с регеном А вот есть щит с регеном и уроном по всем Седьмой Отлично То, что нужно Еще одно поле Но его некуда поставить пока Так, семерочка Кольцо Клонение 13 Магический урон Реген Теряем скорость атаки Скорость атаки мне нравится на латнике Варлок далеко До босса, потому что врагов мало Нужно добавлять кокон в колоду Тебе некого бить Не выпадают карты Колоде нужен ребаланс В сторону врагов Ну, я понимаю это Но, с другой стороны Мы живы Типа Работает Как-то Может быть Странно работает Но работает Мне нравится жить Я большой фанат быть живым Поэтому, да Тактика странная Но рабочая Похоже О, восьмое колечко Ладно, ставим Там не те статы, которые я бы желал Там контрудар Еще что-то Ну, пойдет Спивом Окей Еще один круг пройден Мы идем Полное хп У нас есть урон У нас есть здоровье Все отлично работает О, десятая броня Контрудар Вампиризм Потеряем чуть-чуть моего урона Но ничего страшного О, деревня еще одна Замечательно Просто чудесно В какую сторону я деревню хочу строить Ну, можно в эту С чего замечательного Там же воры сейчас заспавнились Дурак Идиот Бугало огородное Эй, не на поле А вот здесь сидит В красной футболке И у него праздник Блин Капец Капец Бежит ли квестовый червь Делать ваши ставки Господа Ты че бьешь сундук? Квест пройден Ура Ха-ха Окей, нам девятое кольцо пришло Реген, контрудар, уклонение, вампиризм Всего понемножку Ставим Вот еще девятое оружие Уклонение, вампиризм Но у меня регенный урон по всем Щит мне бы поменять Ну-ка игра щит Где-то оружие На скорости таки 28 Мне так много регена не отдам Ооо А вот броньку На урон по всем 11 реген Я поставлю Вместо контрудара вампиризма Хотя щит у меня нормальный В первом бойсе Лучше всего обставлять лагерь полностью Ему будет некуда ставить Свои храмы Бьет он магией Так что защита против него Не очень А но мы на втором бойсе Сейчас Мы не на первом Это второй круг Второй уровень Изобление пришло А, где эти бандиты? Так, так, так Так, што, щиток выпал Эээээ Не очень хороший щит Уровень выше Но статы нету Того, что я ищу Есть урон по всем но 9 вампиризма ни о чем вообще а мы девятый шмот можно больше не смотреть смотрим дальше десяточку только если в щиты щиты я буду смотреть так все работает фа после прошлого сообщения также это работает с деревнями только на синих клетках так как воры спавнится только рядом с деревней а если заставить соседние клетки с деревнями там не будет спавнится я понял спасибо но мы выносим смотрите еще класс по еще одно кладбище огонь на кладбище вроде нельзя рядом ставить да ванчу на расчетах рано или поздно мы все построим волнуйтесь поляне построить медленно но верно медленно но верно о фигня так и предлагаю все эти скалы луга построить просто потому что они меня в руке бесят стой это все еще достраивать не хочу поэтому что мы сейчас будем делать мы будем играть в шахматы называется шахматы со скалами горы мы поставим сюда так так сюда мы будем ставить горы в шахматном порядке а луга я буду ставить вот тут а вот тут а хватит пока мне нужно две для сокровищницы ставить на всякий случай так что за колечко ухо хорошее колечко регена ведь квестовые черви да что это такое я опять будут убегать нет кроссовика 11 пушка кортик 32 48 урон контур-удар уклонение статы не те что мне нужны и урон чуть не очень большой неё он такой плохой плохой кортик нужен новый кортик вот о скорость атаки 20 вот это можно вот это можно наверно поставить но что за броня контр-удар вампиризм 3553 урон но здесь хоть урон побольше да скорость атаки побыстрее будем выносить скорость атаки с вампиризмом хорошо работает правильно чё остановился иди кайфовый хит магическим уроном уже больше половины построили до босса так что прогресс идет семимильными шагами можно сказать давайте проведем оценку до нажитого почеркнем над золотом сфера искусств дело доведенное до совершенства жизнь проведенная в поисках идеала класс не знаю что он дает но прикольно звучит так 7 камней две книги памяти но память фигня 9 еды 10 металла нам нужен металл это морфоза 1 8 дерево по ресурсам что-то мы не очень нафармили а еще черви уровень с так умелый бронник защита вырастает на один за круг блаженное неведение это забвение полная рука забвения которая нам нафиг не нужна до забвение удаляем все да не хочу ничего удалять чего вы хотите удалять чат а разыгрывание забвения приближает босса или нет или отдаляет с босс спавнится в зависимости от количества сыгранных клеток или от количества клеток на поле злой арбузик злой арбузик спасибо тебе огромное за подписку через прайм спасибо тебе огромное злой арбузик у нас опять влючит подписки прайм я тебе включу оповещение я тебя включу оповещение ручное не пугайся будет король бобров на случай если ты здесь первый раз на стриме сейчас будет короче тестовое помещение оповещение это бывает вручную спасибо тебе огромное король бобров злой арбузик за подписку большую тебя спасибо за подписку благодарю тебя спасибо 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 добро пожаловать в нашу армию бобров королей бобров приятного приятного участия в боевых действиях нравись поудобнее веди на виде армию бобров вперед за победой наконец-то руины нападали но сейчас мы будем в общем толпы червей выносить черви бафают других мобов поэтому я не знаю где их ставить но будут они жить здесь они будут жить допустим здесь кладбище будет жить здесь ведь же нас правило строим все подряд скипнул 10 брони а броня куси дает уже запройденные круги ну блин откуда я знал чёрт будьте снисходительные откуда мне черт возьми было знать он так работает я думал что он будет за будущее круги куда мне я даже не предположил что что он даст то уже пройденное беги то у нас все нормально чего чего панику наводите ребят все отлично тащи чё бежать все хорошо то просто квестовые скелеты были 10 щит вампиризм защита чуть побольше но не нужно если он меч нам 13 могу рона вместо 20 скорости атаки но скорость атаки должна быть лучше сейчас вот 12 колечко без регена мне нужно реген я взял обилку на которая усиливает реген когда у тебя мало хп может пригодится другой какой то вот 13 есть кольцо реген в секунду 4 и 8 боник какой то еще чуть а вот есть неплохой не не очень хорош пойдет сейчас нам какой-нибудь двадцатый выпадет или что-нибудь такое одиннадцатая булава урон по всем 13 я не знаю попробуем эту булаву одиннадцатую так чё я тут делал а я вот тут строил горы в шахматном порядке гоблины пришли как обычно как обычно в это время приходили гоблины шпаст ищет он всегда с уроном по всем дойдет призм 17 одиннадцатая бронька а черви стреляют черви не стреляйте а гоблины в деревню пришли да отлично гоблины ну билы ну кстати хорошая тактика от гоблинов строить вот так все деревнями застаиваешь и ничего не могут сделать ну что мы ресурсы фармим из я понимаю что как-то медленно у нас получается ну эммм из положительных моментов мы тащим это тактика рабочая я не знаю наверно может босс получится неубиваемый что-то такое вы говорите что босс неубиваемый будет я вам верю чат с другой стороны работает работает вы не можете это отрицать каким чертовым образом оно работает а раньше мы не могли там четвертый пятый круг пройти раньше мы вообще ничего не могли во втором этом пройти и это ооо реки на уклонение я не знаю оставим урон по всем по моему он прикольно сейчас работает хотя нафига нам урон по всем нафига нам урон по всем когда у нас везде по одному мобу две скалы я кстати оставляю чтобы что сокровищницы достроить то есть когда мы почувствуем что это нужно сделать стреляют по мне пока я сундук открываю ресурсы 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 смотри сколько ресурсов мы точно что нибудь кайфовая построим опускала на контрудар скорость атаки призрак призрак баки червя у нас 1600 здоровья сокровищница класс теперь есть что застраивать тринадцатый хит украсть а если у нас хп спустится ниже чем 30 процентов реген удвоится Че кайф будет Так, внимание, мне нужно Позастраивать немного Вот здесь Потому что у меня теперь три сокровищницы Ого, квестовый скелет Че, возьми, крепкий Так, квестовые скелеты уже не шутки Смотрите на него Он жесть какой крепкий Строим здесь лук Не разбирая, строим здесь Так, все, теперь я могу завершить Три штуки Сокровищниц Я думаю, может достроить Чертовы сокровищницы сейчас Или ждать еще Мне страшно Скелеты бьют сильно, блин Окей, вот Двенадцатый круг Не пора ли делать ноги Или хотя бы достраивать сокровищницу Получать все шмотки Пройти еще один круг и уходить Делаем ноги А еще один круг Я не могу достроить все три Я только две могу достроить Одна останется недостроенная А если я одену шмот на магу урон Если он у меня есть, конечно Что-то у меня его нету А, во, у меня есть броня девятого уровня На магический урон Может сейчас найдем Подождите, окей Одну сокровищницу застроили Скорость атаки 28 Уклонение 12 Одиннадцатая броня Что-то плохо Оружие, контрудар Кольцо защита, контрудар, реген Щит Тоже контрудар Да что ты будешь делать Магического урона нет Блин, еще одна казна выпала Вы думаете мы прямо не пройдем, да? Круг Там квестовых скелетов я вижу Но они нас не выносили Они нам до половины хп сносили Но не полностью То есть мы еще один круг пройдем Представьте сколько ресов на этот На фарм Там правда два скелета И квестовый один из них И поле битвы рядом Кто хотел босса посмотреть Окей, ладно Мы отступаем И мы модифицируем Мы отступаем для того, чтобы модифицировать колоду Сделать ее лучше Не потому что я Боюсь О, победа Победа Снабжение Мы принесли много лута Мы принесли все ресурсы Здесь и полка алхимика Максимум зелий дает Кровать Плюс 1% здоровья За пощадь костра Но максимум здоровья Ниже на 2% от базового Я не уверен, что мне это нужно Так, точно полку антиквариата Хочу поставить Молоток Плюс 1 к защите Это куда? Да сюда Я не могу его сюда поставить А не слоты закрыты Или что? У меня максимум слотов Внизу 6 из 6 Эх Это еще на анлоте Вся игра В анлоках Ну это-то хорошо Это контент Типа Окей Можешь убрать, когда тебе не нужны Провод кнопкой О, окей, это все могу снять Привет, чеснок, если я вампиров не использую Поставить вот это и вот это Да, понял А, подождите Кровать бафает навсегда, что ли? Тогда стоит ее одеть Кляна навсегда баф дает Но молоток 1 тоже несерьезно 1 к защите Это 1% снижения урона Вот так вот И главное Строить, строить, строить Еще раз строить Крипто Все говорили, строй крипто Там некромант Строим крипто Там некромант Крипто Крипто Само Через книги Или слово Но тебе через стены и камни Необычный способ Это отсылка Отсылка к двор фортресс Я должен доступен быть некромант Да? Все постало против молодого некроманта Сделав меня мучеником моего таланта Враги имеют 1-2 свойства Я не знаю, как им воевать Что он будет делать Пойдем Давай посмотрим Чего мы еще можем построить Землянку Землянка Шалаш Из палок и грязи Живет один человек Каждый житель усиливает Ваше стремление к победе Строите больше домов Нужно построить зигурат Житель сможет разместить У себя мебель или еду Чтобы вы передадите ему На хранение То есть Строим землянку Куда поставить ее Без понятия Опять же Вот эта карта ужасная Я ничего здесь не понимаю Здесь все одинаковое Клик Небольшой шаг для нашего лагеря В сторону городского звания Гордого звания деревни Пускай это шалаш Наполовину утонувший в земле Но если серьезно Спасибо Люди сильно измотанные Телом и душой Немного личного пространства Называемого домом Сделают счастливей Кого угодно Отлично No problem Прекроман Ты симпатяшка Я посмотрел на такой С белыми волосами Это наверное Отсылка на неясыть На феса Ну игра русская Фес тоже русский Я могу еще одну землянку построить Но я не уверен что она мне дает Аааа Она дала дополнительный слот Под предмет Окей Землянки это значит Слоты для реликов Неплохо 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 Я не уверен что я хочу их спамить Я бы лучше какой-нибудь Литейный цех Наверное покоплю Построю Просто металл не хочу тратить Ну вообще кайф Да Склад 10 к максимуму Размещающих Мых в лагере предметов Это наверное Типа супер землянка Не знаю Короче Пускай Построим склад Ладно я тоже не могу его пока построить